МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Травматолог. Можно назвать наполовину только медицинской специальностью. Все мы с индивидуальными степи развития своего. Не надо пытаться вправить кость. Не нужно пытаться поставить ее на место. Можно использовать пузырь со льдом. Если он сильно холодный, обернуть полотенцем. Процесс достаточно творческий. Поэтому поищите в интернете. Я думаю, что вам повезет. Личный врач, доктор, которого вы хорошо знаете, возможно, это ваш знакомый доктор, это всегда хорошо. В какой бы области он специалистом не был. Все мы с индивидуальными степи развития своего. Поэтому доктор, который вас чуточку лучше знает, других специалистов будет отличным подспорьем в ходе вашего дальнейшего лечения. Травматолог. Лечит травмы. Звучит банально, но травма – это обычно чаще всего процесс острый, требующий каких-то безотлагательных действий. Если это операция, то она сразу или же спустя относительно короткое время. Ортопед чаще занимается вопросами хроническими, хронической патологией, врожденной деформацией и последствий тех самых травм. В современной медицине принято объединять эти два понятия в одну специальность. И называется врач-травматолог-ортопед. Если он действительно сильно ударил подбородок, если у него повреждены не только поверхностные слои кожи, но и более глубокие, рана зияет, если есть кровотечение, то следует оказывать первую медицинскую помощь. Она заключается в механической обработке раны. Можно промыть водой, тем самым удалить загрязнение из раны, будь то песок или земля. Если есть под рукой аптечка, можно использовать перекись водорода, обработать непосредственно саму рану. Допускается обработка такими растворами, как раствор йода, раствор зеленки, но только краев раны. Затем накладывается асептическая повязка. И лучше, конечно же, доехать до ближайшего травмпункта, потому что родители при травме не всегда могут адекватно оценить степень повреждения. Возможно, требуется наложение швов. Также возможна консультация сторонних специалистов, например, такого специалиста, как невролог, потому что может быть сотрясение мозга. Поэтому обращайте внимание на то, как ребенок себя повел сразу же после травмы. Была ли у него рвота, головокружение, потеря сознания. При ушибе нужно сначала прекратить все физическое воздействие на поврежденную область. Первая помощь – это, конечно же, местно приложить холод минут на 30. Можно использовать пузырь со льдом. Если он сильно холодный, обернуть полотенцем несколько слоев. Ну и самое главное – понять, что это действительно ушиб, а не более серьезное повреждение, например, такое, как перелом. Если есть какие-то сомнения, то лучше сделать снимок рентгеновский. При растяжении прекратить любой внешний фактор, воздействие извне, занятие спортом – все то, что может усугубить состояние. Местно – это, опять-таки, холод. И постараться обездвижить поврежденную область. Это можно сделать при помощи, например, компрессионной повязки или же эластичного бинта. При переломе. Не важно, какой он – открытый или закрытый. Не надо пытаться вправить кость. Не нужно пытаться поставить ее на место. Первым делом – вызвать скорую или же максимально быстро попытаться доставить пациента в ближайшую больницу. Пока едет скорая, вы с вашей стороны должны максимально обездвижить поврежденную конечность при помощи палки. Может быть, у вас под рукой окажется медицинская шина, ветка. Ну, грубо говоря, нужно примотать. Примотать поврежденную конечность, если это, например, конечность какому-то поддерживающему, фиксирующему устройству. Если это открытый перелом, возможно, наличие кровотечения, поэтому следует наложить жгут или давящую повязку. Если есть при этом еще открытая рана при открытом переломе, то следует обработать рану раствором антисептика. Возможно и хорошее восстановление лет эдак до 25. Потом все процессы в нашем организме замедляются. И принято считать, что организм начинает стареть, поэтому они быстрее разрушаются, нежели восстанавливаются. В молодом возрасте стимуляцию их восстановления можно осуществлять при помощи препаратов, так называемых хондропротекторов и занятием лечебной физической культурой. В более зрелом возрасте стараться, конечно, по минимуму нагружать себя какими-то физическими воздействиями, потому что хрящи восстанавливаются и очень-очень плохо. Все зависит от того, чего вы ждете от данного протеза. Вы можете хотеть исправить чисто косметический дефект, но также вы можете желать максимального восстановления утраченных функций. В том или ином случае самое главное – это найти хорошего ортезиста, потому что подбор протезов можно назвать наполовину только медицинской специальностью. Также в подборе протеза принимает участие и техника, то есть процесс достаточно творческий. Поэтому поищите в интернете, почитайте отзывы о протезных предприятиях города, и я думаю, что вам повезет. Постоянными пациентами можно назвать, я думаю, все категории людей и живых существ планеты Земля, потому что бывает такое, что ты занимаешься лечением не только детей, взрослых, пожилых людей, но люди, у которых есть домашние питомцы, кошечки, собачки. Они ломают лапки и совершенно, кстати, вспоминают о том, что ты врач и приходят к тебе на прием, либо звонят и просят какой-то помощи. Ну, приходится помогать, грубо говоря. Чем можем, тем и поможем. Есть такое суеверие не оперировать своих родных и близких. Взаимоотношение врач-пациент, оно рушится полностью. Ты лишний раз боишься сделать своему родному человеку больно. Это может негативно отразиться на качестве лечебного процесса. Также есть суеверие, что стараться, стараться не оперировать, не лечить других врачей. Ну, конечно, ситуации бывают разные. Врачи имеют свойство вмешиваться в лечебный процесс, соответственно, что тоже негативно отражается. Ну, и совершенно странное для меня суеверие, которое я недавно услышал, с осторожностью относиться к рыжим пациентам. Не знаю, с чем это связано. Так мне никто и не ответил на этот вопрос, в общем. Ну, я, например, кричусь, когда захожу в операционную. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова